Сегодня в селе Витязево открылось первенство края по футболу среди юношей 2002-2003 годов рождения. На соревнования приехали более 100 человек из 9 муниципальных образований. В числе участников – молодежная анапская команда футболистов Школы Олимпийского резерва номер один. Ребята тщательно готовились и настроены на победу. Они нередко занимают первые места, и это несмотря на то, что условия тренировок вдалеке от идеальных. По мнению тренера, когда Анапа получит профессиональные поля, то наш футбол выйдет на качественно новый уровень. Сегодня у нас не самые хорошие условия, можно сказать, плохие условия для тренировок. Не хватает полей, не хватает спортзалов. Если нам дадут эти два поля в наши школы спортивные, это будет большой задел, больше детей сможем привлекать, лучше проходить будет тренировочный процесс. Мы часто ищем даже площадки, где-то потренироваться, а это будет, я думаю, задействовано на 100%. Анапские футболисты в числе сильнейших на Кубани. Футбольный клуб Анапа на данный момент занимает второе место среди всех соперников Краснодарского края. Не отстают и молодые футболисты. Вот и в сегодняшней игре юные анапчане держали преимущество по технической подготовке. Но не хватает именно той выносливости, которую можно приобрести, тренируясь только на большом стадионе. Я занимаюсь футболом 8 лет и тренироваться сложно нам, потому что нет полей. Потому что мы тренируемся, получается, в зале, а занимаемся большим футболом. Нам потом сложно играть игры с командами, потому что у всех есть поля, а у нас нет. Ветераны анапского футбола не пропускают ни одной игры подрастающего поколения. Прямо на поле дают подсказки молодым спортсменам. Село Витязево уже много лет славится своими футболистами. И то, что именно здесь будет построен стадион мирового уровня, вселяет в сердца футболистов большие надежды. Очень приятно, что Витязево попало под эту программу. Так как у нас очень много детей занимается футболом. Есть футбольный клуб «Алекс», Дима Александров тренирует детей. Для них это тоже, будем говорить, почетно. Видеть то, что происходит в поселке, то, что готовится, будем говорить, перед чемпионатом мира. Так поселок будет благоустраиваться. Ну и, конечно, надежды на то, что стадион такой будет красивый. Этот стадион будет, я думаю, шедевром для Витязевского футбола и также для детей всего района города Анапы. Чемпионат мира по футболу должен стать для Анапы своеобразной точкой старта. Старта для новых побед. Ведь не каждый город имеет в своем распоряжении стадионы, соответствующие мировым стандартам FIFA. И, возможно, в будущем на них вырастут футболисты и для сборной России. Продолжение следует...